что такое световой дизайн и вообще что это за такая вот в общем то что за направление такое прежде всего хочется сказать что в нашей стране как такового светового дизайна на данный момент до сих пор не существует потому что это только зарождающиеся направления и у нас есть специалист дизайнер который в общем-то к сожалению ну или к счастью отвечает за абсолютно все аспекты деятельности на проекте я думаю что если здесь есть практикующие специалисты это они это подтвердят наш дизайнер интерьера либо архитектор в нашей стране это совсем не тот кто дизайнер интерьер или архитектор где-то в европе где есть четкий регламент работы здесь определенные задачи которые должны выполнять наш в случае дизайнер интерьер выполняет все от поиска кирпича для стройки заканчивая уборка квартиры после сдачи и ремонта это как бы данность и поэтому в общем-то весь бизнес дизайнер интерьера и вся обстановка работа на именно крутится именно во время вокруг этого момента поэтому к сожалению опять-таки или к счастью дизайнер интерьера это реально очень серьезная профессия требующая хотя базовых знаний и навыков практически в любом направлении все это делалось усугубляется еще тем что помимо того что у нас вообще культуру дизайна можно сказать зарождается заново у нас также зарождается культура вообще сферы услуг в этом направлении то есть это специалисты монтажники и прочие другие смежные профессии поэтому дизайнер интерьера еще отвечает не только за то что прекрасно сделать проект сделать креативную идею еще и отследить за тем чтобы каждый снежник не накосячил на проекте потому что в конечном итоге работа каждого смежного специалиста будет отражаться на концепте всем всего интерьера в целом потому что если плиточник плохо сделает швы все равно что вы купили итальянскую плитку она будет испорчена визуально если светильники итальянской фабрики будут смонтированы кривыми русскими руками или не русскими руками да и с нанесением грязи царапин и всего прочего то весь концепт освещения в общем-то будет испорчен поэтому дизайнер интерьера реально вот в данный момент в россии это самая многообъемлющая профессия закрывающая вообще просто все что можно закрыть в плане строительных работ и всего остального и одно из направлений это само собой цветовой дизайн как мы говорим это направление граничащие на уровне на грани архитектуры и точных наук и какого-то некоторого творческого потенциала соответственно существует во первых как бы да на чем базируется понятие цветового дизайна основном основные три кита на чем стоит общей термин цветовый дизайн или технический проект это эстетика функциональность энергоэффективность правiu статику функциональности думаю что в принципе вам наар красиво не надо потому что это достаточно понятнее понятия хочется единственное что отметить что в отличие от любого другого направо и дизайна ну вы статику функциональность В световом дизайне еще закладывается такой момент, как не навредить здоровью, не навредить психологии человека, отразить его психоэмоциональное состояние, ни в коем случае его не ухудшить. И уж тем более не ухудшить органы зрения, например. Потому что световая часть, она очень серьезно влияет в том числе и на работоспособность, например, на психику, и банально на органы зрения. Да, это немножко больше затруднено, когда мы перейдем к вопросу о том, почему дорогой светильник стоит дорого, а дешевый стоит дешево. И энергоэффективность, как один из основополагающих факторов, любой психический проект является грамотным, качественным и правильным, только в том случае, если он относится к разряду энергоэффективных проектов. То есть каждый светильник выполняет свою функцию, выбран с точки зрения здравого смысла и отвечает всем нормативам, нормам, ограничениям и прочим моментам. Вот, существует, соответственно, есть несколько смежных специалистов, которые могут прийти на помощь. Светотехник и светодизайнер. Как я уже повторяю, светодизайнер для нашей страны направление новое. Готовых специалистов, которые бы могли называться как дипломированные специалисты, светодизайнеров их фактически до сих пор нет. Институты или университеты в нашей стране их начинают только готовить и выпускать. Поэтому есть дизайнеры интерьера как профессии, есть архитектор, который как профессия после шести лет обучения в каком-либо университете. То есть этого дизайнера как такового нет. Но зато есть специалист светотехник, и если вернуться, например, к той же школе Bauhaus, то даже в ней уже было дан определение светодизайнерского проекта или статистического проекта, как симбиоз работы двух специалистов. Специалисты по дизайну и специалисты по освещению. Так называлась светотехника. Именно эти два специалиста могли породить светодизайнерский проект, скажем так. Так вот, если много где кто-то пишет про меня, что я светодизайнер, я не являюсь светодизайнером ни в коем образе. Почему? Потому что у меня банально нет художественного образования. Я не заканчивал никакие художественные курсы, я не умею рисовать, или у меня достаточно плохо с пространственным мышлением, ну, образно говоря. Поэтому я не светодизайнер, я светотехник, потому что я досконально знаю все особенности оборудования, знаю, как оно работает, знаю, какие эффекты можно получить от того или иного продукта. Одним словом, светотехник знает, как с помощью оборудования и различных систем управления реализовать задумку дизайнера, которую он придумывает. И могу сразу сказать, что на данный момент все, что касательно то, что обычно задумывают дизайнеры в области освещения, на данный момент, оно вообще практически всегда реализуемо. Если отбросить какие-либо ограничения, ограничения, как правило, всегда упираются в бюджет, потому что всегда самые интересные, крутые и инновационные разработки дизайнерские, да, в области светового дизайна, в том числе, они всегда стоят достаточно больших денег. Но, тем не менее, на данный момент с ростом технологий и бурным развитием отрасли могу сказать, что что бы вы ни придумывали, вот прямо сейчас сходу, что бы вы сейчас себе ни придумали, на 99% могу быть уверены, что это можно реализовать с помощью различных приборов и различных приемов, потому что на данный момент технологии шагнули очень сильно вперед. И мы сегодня еще затронем вопрос трендов, там посмотрим, что вообще существует как бы в направлении сетового дизайна и вдохновимся различными световыми приборами. Какие задачи стоят перед специалистом по освещению? Или какие задачи стоят перед дизайнером и архитектором в сфере света? Наверное, самая главная задача, хотя она здесь стоит пунктом третьим, да, обеспечить чувство безопасности. На самом деле, это действительно основополагающая задача работы дизайнера интерьера и, возможно, не только, кстати говоря, в срезе светотехники, создать чувство комфорта, чувство безопасности и с помощью, в том числе, света подчеркнуть именно эту атмосферу. Здесь очень важно понимать, что очень просто, выбрав не тот продукт, неправильно его установив, не таким образом нацелив, но банально, если вы прожектором с потом будете светить в глаза, то чувство комфорта и безопасности вы не получите никогда. Почему я об этом сейчас именно особенно аргументирую? Потому что обратите внимание на большое количество проектов 3D-визуализаций современных, ну, начинающих дизайнеров, опытных дизайнеров, где преобладают спотовые системы освещения, шинопроводы, прожектора и прочие другие моменты. Это сейчас пользуется действительно большим спросом. Но нужно четко понимать, что любой направленный источник света, это направленный источник света, это как фонарик. Если он будет бить в глаза, то ни о каком чувстве комфорта и безопасности речи не идет. И надо четко понимать, для чего вы используете те или иные светильники и что вы от них будете получать на проекте. И выбираете выширную систему только потому, что она вам нравится, тогда вам надо выбирать оборудование соответствующее, чтобы оно было именно декоративным элементом, а ни в коем случае не функциональным, например. Или вы выбираете с точки зрения функционального света, тогда он должен светильники подбирать таким образом и расставлять их на проекте, чтобы именно качественно обеспечить чувство безопасности и ни в коем случае не навредить организму, в том числе за счет поражения органов зрения, например. Задача номер два, скажем так, это улучшить или изменить пространство или структуру. Для кого не секрет, освещение может действительно изменять пространство. Можно увеличить визуально высотность потолков, можно расширить границы, можно сделать пространство более воздушным, можно сделать его более камерным, можно из большой комнаты превратить его в маленький-маленький кабинетик банально, можно круто зонировать интерьер. Все это помогает не только планировочные решения, не только различные цветовые материалы, но и, конечно же, освещение. С помощью света мы можем помочь и должны помогать видеть текстуру и материал. Все, кто работает, например, с теми же самыми декоративными штукатурками, прекрасно понимают, что если неправильно направить источник света или не направить источник света, или источник света будет некачественный, то все, над чем трудился специалист по штукатурке, или специалист по росписи стен, или специалист по декорированию стен, то это, в общем-то, как бы все выходит на смарку. Все понимают, что у штукатурки есть объем, есть определенная фактура. Если мы ее не подчеркнем, то можно было просто-напросто поклеить обычные обои или покрасить бетонную стенку краской и, в общем-то, на этом остановиться. Поэтому это тоже очень важно учитывать в выборе и настройке светового оборудования. Ну и, конечно же, одна из задач дизайна в целом – это создание определенного характера, индивидуальности и освещение как элементы, как приборы, они, в общем-то, как бы ничем не уступают любым другим элементам в дизайне и точно так же подчеркивают характер интерьера, характер заказчика, стилистическую особенность интерьера. Плюс ко всему, если мы выходим за границы, за рамки интерьерного дизайна или дизайна квартир, то светотехника на данный момент и световой дизайн – это отражение специализации компании, это фирменный стиль, это брендинг, это философия компании может быть отражена через световую скульптуру в том числе. Выбранные приборы могут отражать вообще все. То есть это действительно полноценный элемент дизайна, который прописывается в брендбуке зачастую. Обратите внимание, если вы когда-нибудь сталкивались с разработкой, например, автосалонов, дизайн автосалона, там вообще четкий брендбук и к освещению там отдельная целая глава посвящена, потому что световая система в том же автосалоне, она должна отражать в том числе и стиль автомобиля, в том числе и стиль самого бренда и так далее, и так далее. То есть как бы к задачам освещения в области задавания пространства особого характера есть очень много требований. Но, к сожалению, очень часто случается, ладно, когда это конечный клиент, но на самом деле большинство представителей профессионального рынка говорят, зачем вообще нам нужен светотехнический проект, зачем нам нужен специалист какой-то лишний на проекте светотехник, когда, в общем-то, мы всю жизнь жили при одной люстре посредине комнаты, и всем было классно, комфортно, и не было никаких вот этих лишних движений, никто нам ни про что не рассказывал. С этим, на самом деле, на данный момент становится немножко попроще, потому что к вопросу освещения люди стали подходить более трепетно. Но, тем не менее, у конечных клиентов все равно такой вопрос возникает. Зачем же нужен проект освещения? Скажите, у вас такой вопрос есть, как у практикующих или начинающих специалистов, или вы действительно понимаете, для чего вообще это делается? Субтитры создавал DimaTorzok